Добрый день, уважаемые друзья! И сегодня мы с вами разберем тягу рывковую. Для начала определимся с тем, что тяга рывковая делается ради рывка классического, а не ради самой тяги. И поэтому ширина постановки ног, все углы в съеме, место подрыва, хват делается такой же, как и в рывке классическом, чтобы потом перенести всю эту наработанную силу во время тяги на рывок. Для примера продемонстрирую вам наглядно синхронизацию рывка классического и тяги рывковой. Как мы видим, в первую очередь тяга создает стабильный запас высоты при вылете штанги во время подрыва для стабильной работы в рывке классическом. Не стоит во время подрыва просто прогибаться назад, ударяя тазом об штангу. Так полностью выключают с трапеции и штанга не набирает нужной высоты. Также не стоит после выпрямления вытягивать штангу на нужную высоту, используя силу рук. Запомните, главное в подрыве переместить штангу на определенную высоту, а не просто ударить ее. Высоты должно хватать для приема в низкий сет. Благодарю вас за просмотр, друзья. Если информации было недостаточно, обязательно оставляйте комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok